ДИВИД 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 Сразу мы ставим это все дело на угли, чтобы не подгорало. И делаем часа три. Сейчас мы начнем приготовление нарезку. И все вам попытаемся показать. Начинаем приготовить наши ингредиенты. Попки срезаем. И режем не очень мелко. Да, давай так. Вот такими колясками режем. Почему не мельчить? Потому что все это дело у нас распарится, разварится. И, скажем, чтобы было покрасивее, наверное. В принципе, чистить еще даже не обязательно. Все это дело мы будем делать в Казани. На углях. Раньше я пробовал делать на огне. И на огне у меня подгорало. Как стал делать на углях. Подгорать все перестало. Вот теперь мы режем картошечку. Тоже сильно, наверное, мельчить не будем. Может помельче ее чуть-чуть? Ну, так вот достаточно. Ну ладно. Я просто боюсь, крупные куски не могут не влезть. Вот у нас. Ну вот наш казан. На дне у нас чуть-чуть масло. Сейчас я его по стенке размажу. Масло даже можно поменьше. Ливанул что-то немножко. Получилось много. Курдюк он, в принципе, дает вот... Смазывает. И не дает подгорать. Ну, я думаю, не страшно. Вот у нас курдюк и горький перец. Курдюк мы сейчас... Чуть-чуть попадется там, конечно, на этого... Перцем, ну, не страшно. Вот на дно положили. А остаток мы кинем туда в перемешку с нашими овощами. Режем теперь перец. Без разницы, какой он будет. Зеленый, красный, желтый. Астраханский, китайский, вьетнамский, египетский какой он там бывает. Лучше, конечно, наш какой-нибудь. Я беру в магазине цветной. Желтый, красный. Если чисто зеленый такой, бахчевой, скажем, наш астраханский, или там такой у нас ростовский, волгоградский, то можно и зеленый. Будем складывать все это дело с слоями. И каждый слой солим, перчим, солим, перчим. И уже потом периодически все перемешиваем. Когда вот все это дело, процесс будет на углях. Режем капусту. Капусту, наверное, лучше... Будем рубить ее так помельче. Ну, как-то там, наверное... Нет, то есть режем и шинкуем ее. Потому что капуста, чтобы жесткая не была. Капусту валить, наверное, сюда-то. А сюда я тоже даю. Смотри, надо ее как-нибудь вот так разделить. Короче, ноги отделяем. А это просто кусками. Ну, да, да, да. Короче, как курицу, наверное, фигачим. Вот наша тушка кролика. Не знаю, такой подойдет. Наверное, лучше его нет как-нибудь. Да, да. Лучше, наверное, торт, может, нет? Все, да, да. А можно, знаешь, что? Мясо просто срезать с него. Если там кости прям сильные, мясо просто с него срезать. Прямо срезать. Делай. Ну, смотри, делай, делай как хочешь. Может, вот так вот уже вдоль? Да, сделай. Братан. Помогает мне в съемках. Такой у нас шатер. Ну, все. Сейчас будем заполнять наш казан. На дно немножко пустое. Давай, там, куски получше. Сразу немножко дно посолили. Давай, клади. Кролик пошел. Отличный, да? Картошку сюда даем. Сейчас листикам еще капусты. Давай картошку. Картошку все. Все восхватит. Здесь у нас еще вот острый перец зеленый и курдюк немножко. Вот такой у нас пирог будет. Сверху посолили чем? Давай, их, наверное. Стой, 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 стой. Вот так вот. Теперь сверху. Так. А, наверное, давай сюда, прям сверху пустое. Это у меня второй казан. Кстати, будете брать казан, берите побольше. Потому что я в первый раз взял маленький. Ну, как маленький, относительно маленький. Думал, мне хватит. Но с каждым разом мне все, вот уже второй. И мне этого уже мало. Поэтому больше, не меньше. Немного получилось недосоленым. Сейчас мы немножко ее посолим. Перемешаем. Вот такое у нас получилось рагу. Вот так вот. Очень вкусно!